здравствуйте граждане сегодня мы поговорим о том что нас ждет в патче 3.9 в месячном отчете по эскадрильи 42 и не только ну а перед этим чтобы начать советую подписаться палец вверх можно поставить в конце выпуска итак поехали на прошедшем star citizen inside разработчики рассказали о введении новых миссий которые призваны сплотить сообщество игроков например новая миссия twitch пачека поведает нам об освобождении неких заключенных которые будут перевозиться на тюремном катер пиларе вам дадут особые айди номера капсул по которым вы сможете определить кого выпустить а кого оставить главное перед этим перебить охрану иначе вы займете место среди других преступников в одной из криокамер ну или в космосе что еще примечательно так это то что нам покажут переделанные боксы для перевозки злоумышленников скорее всего такие же появится и на новеньком катлас блю но об этом чуть позже также разработчики рассказали нам обведении первого рейдового босса привет world of warcraft и другим ммм миссия от майлза экхарта подразумевает выполнение нескольких этапов от уничтожения шестерок некой преступной организации до нападения на захвачены ими и дресс который будет вооружен самым мощным на сегодняшний день вооружение турели у этого аппарата будут как минимум седьмого размера так что игрокам придется образовывать не пару-тройку друзей а действительно компанию на 10 человек и более чтобы сразить этот фрегат однако циги не опровергли и не подтвердили информацию о возможном захвате и последующем угоне и дресса затем разработчики поведали нам о том как они трудятся над улучшением vfx эффектов в том числе туманов и других частиц а также интеллектуального освещения точек интереса где расположены различные строения если на спутнике или планете ночь что виртуальная администрация включит освещение а днем выключит дабы экономить энергию все это позволит создать более детальную атмосферу окружения джаред также вернулся к своим флеш новостям которые были внедрены буквально несколько выпусков назад так цик продолжает работу над последней версии катласа сейчас разработчики выбирают конечный цвет экстерьера корабля а также занимаются заполнением внутренностей внутри нас будут ждать тюремные капсулы куда игроки смогут помещать различных преступников затронет ли переработка капсул эвенджер сталкер остается под вопросом так как корабль предназначен исключительно для баунти хантинга наконец подходит концу разработка теваринского десантного корабля праулер от компании xperia уже в скором времени корабль покинет ремонтные доки разработчиков и выйдет свой первый полноценный космический полет ожидается что корабль по традиции получат эвакати а затем все те кто является его обладателем с выходом посадочной зоны нью-бебидж игроки получат целый гардероб новой одежды включая куртки и пуховики шапки не только вскоре одевать своего персонажа в теплую и не очень одежду станет очень актуальным так как впереди игроков ждет ввод новых температурных технологий где персонажи будут остро реагировать на изменение климата холода и жары подписчики же получат эксклюзивные вещи правда за это скорее всего придется задонатить пару-тройку баксов наконец нам показали почти законченную локацию футуристического бара на микротек новая локация будет расположена в одном из куполов сквозь которые мы сможем наблюдать орбитальную станцию треслер ну а теперь поговорим о месячном отчете cloud империум games о разработке эскадрильи 42 начнем с искусственного интеллекта разработчики поделились информацией о том что сейчас ведется работа над поведением npc в боевой обстановке авторы уточняют что искусственным болванчиком добавили способность резервировать объемы пространства чтобы правильно определять свою позицию сохранять информацию о том куда искусственный интеллект хочет их отправить начата работа по настройке системы искусственного интеллекта чтобы приспособить ее к сетке серверов главное что необходимо сделать правильно разделить ответственность различных систем по серверам чтобы сетевая команда могла правильно протестировать и выявить проблемы как можно быстрее разработчики также настраивают навигационную систему чтобы лучше поддерживать рабочий процесс проектирования уровня потоковой передачи контейнера объектов это включает в себя построение конвейера в котором навигационные данные встроены в каждый контейнер чтобы улучшить контроль над тем какие части данных загружаются кроме того время было посвящено рутинной очистке кода корабельный искусственный интеллект завершил первую итерацию полной 3d навигационной системы для кораблей npc в настоящее время система тестируется прежде чем будет добавлено в патч 3.9 это важный шаг поскольку он открывает новые возможности для осуществления более разнообразных миссий не ограничиваясь открытым космосом благодаря динамическому предотвращению столкновений они смогли снять текущие ограничения скорости на всех кораблях искусственного интеллекта вместо ограниченной скорости стандартного боевого режима npc теперь смогут устанавливать свою собственную в соответствии с желаемой относительной скоростью цели социальный и искусственный интеллект продолжили шлифовать поведение продавцов подгодавливая его для использования в барных установках и магазинах в прошлом месяце в центре внимания была подготовка и доставка напитков и коктейлей междисциплинарная работа которая определит конвейер для всех будущих социальных средств работы в постоянной вселенной после завершения работы команда сможет генерировать контент и создавать шаблоны для нескольких макетов гораздо быстрее настоящее время продавец сможет забрать и доставить все что уже существует в мире например бутылку пива и приготовить много вещей которые не существуют например какие-то коктейли также феврале разработчики большое внимание уделили персонажем а именно их прическе униформе их качеством цик завершили две новые прически в том числе и капитана ноя уайта они тщательно протестировали инструменты для создания волос и чрезвычайно довольны результатами тем как инструмент выдерживает полное производство настоящее время не работают над светлыми волосами следуя как они ведут себя с текущими шейдерами команда инженеров во франфурте работала над потоками и производительностью физики в том числе исследовали полное распараллеливание интеграционных частей в физическом временном пошаговом коде многопоточность функции полигонайз для внутренних домов также они улучшили систему анимации смерти и обеспечили поддержку перетаскивание тела кроме этого продолжилась работа над поддержкой рендера джен-12 и вулкан они обобщили представление текстур переработали процесс их создания добавили поддержку технологии мс и и и и не только специально для squadron 42 команда завершила работу над прерыванием воссоединением и отказом от функциональности для сюжетных сцен в настоящее время они исправляют визуальные проблемы такие как сбои анимации и добавляют новую систему чтобы дать дизайнерам лучше контроль над тем как и когда запускаются события в игровом сюжете февраль стал напряженным и активным команда squadron 42 работала над широким спектром сцен добавляли дополнительные диалоги с нпс сцена в шестой главе в локации медбэй была полностью обновлена графическая команда продолжила работу над рендером джен-12 и вулкан преобразовав системы плиточного освещения и динамической геометрии в новую парадигму рендеринга они также внесли различные усовершенствования в автоматизированную систему тестирования необходимую для обеспечения стабильности для дизайнеров и художников социальная команда вместе с отделом инженерии и анимации продолжили работу над сюжетными последовательностями в настоящее время они сосредоточены на ранних полноглавых прохождениях которые знакомят игроков жизнью пилота у египен настоящее время игроделы работают с коллегами из других подразделений чтобы сделать более точную модель поведения искусственного интеллекта она из главных целей состоит в том чтобы заставить нпс ввести себя реалистично независимо от окружающей среды в которой они находятся и на сегодня наверное все если видео было полезным наградите его своими комментариями и лайками ну а если вы захотите найти компанию можно всегда присоединиться к нашей корпорации серверу дискорда ссылка на который находится в описании но если есть вопросы обязательно пишите в комментах под видео на ваш взгляд стоит ли ждать релиза сквадрона весной будущего года буду рад услышать ваши отзывы всем удачи и пока пока а